Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в программе «Тема дня» будем говорить о развитии местного самоуправления. В Ульяновской области даже разработана специальная стратегия, и жители региона просят вносить в нее предложение. И сегодня по этому случаю у нас в студии Денис Константинович Седов, исполнительный директор Ассоциации Совета муниципальных образований Ульяновской области. Здравствуйте, Денис Константинович! Здравствуйте, Дмитрий! Стратегия, цели и задачи ее? Действительно, на протяжении уже, наверное, нескольких лет мы понимаем, что местное самоуправление развивается хаотично, и нет никаких стратегических документов, определяющих бы ориентиры и основные направления деятельности. Если на федеральном уровне был указ президента, он достаточно давно, лет 20 назад уже, и он на сегодняшний день не актуален, те приоритеты, которые определены, федеральный законодатель решил разработать основу государственной политики в области развития местного самоуправления. Этим сейчас занимается Минюст и специально созданная рабочая группа. От региона у нас тоже, как бы в эту рабочую группу входит наш губернатор Сергей Иванович Морозов. Предложения от региона мы подаем постоянно, но мы поняли, что важно на федеральном уровне, чтобы это появилось, но и на региональном уровне должен быть свой стратегический документ, который бы определял приоритеты именно регионального развития местного самоуправления. То есть идете параллельно Микурсово? Даже чуть-чуть опережая, если честно, скажу, что 26 февраля Сергей Иванович подписал свое распоряжение, утвердил эту стратегию развития местного самоуправления. Ну и одним из приоритетов является как раз поддержка самоорганизации граждан. Местное самоуправление же это не только уровень публичной власти, как рассматривают в основном населении, но и местное самоуправление, это сами люди, которые самоорганизуются и осуществляют это местное самоуправление. То есть мы сейчас с вами говорим как и о главе администрации его аппарате, который должен предпринимать какие-то действия для того, чтобы наполнить местный бюджет, так и говорим о жителях этого села, которые должны принимать живое участие в жизни своего населенного пункта. Совершенно верно. И каким образом все это сочетается? Да, совершенно верно, Дмитрий. Вы правильно отметили, что здесь именно двойственная природа местного самоуправления, об этом не раз говорил и Конституционный суд Российской Федерации, о том, что мы не должны зацикливаться о том, что местное самоуправление это, еще раз повторюсь, какой-то уровень публичной власти. Пусть самый близкий к населению, но все же местное самоуправление это еще и территориальное и общественное самоуправление, сельские старосты. Это самоорганизация граждан по нескольким домам, то есть улицам то же самое. То есть здесь мы не должны говорить о том, что люди сами должны эту самоорганизацию определить. И чтобы их поступки, их слова имели какой-то вес, нужна нормативная база, над которой вы сейчас и работаете. Совершенно верно, да. Стратегия, она это стратегический документ, основные посылы там. Например, какие? Посылы связаны с тем, что у нас, к сожалению, у муниципалитетов никогда не хватает денежных средств на исполнение своих обязательств. Потому что региональный, федеральный уровень спускает новые и новые полномочия, не обеспеченные деньгами. Так мы говорим о том, что к 2030 году обеспеченность бюджета для исполнения вопросов местного значения должна составить 100%. То есть это один из важнейших показателей, к чему мы будем стремиться. А мы эти деньги из областного бюджета будем выделять согласно вот этой стратегии, разработанной, или как? Мы будем определять правила игры, или, как вы правильно сказали, законы, подзаконные акты, которые бы определяли порядок передачи этих полномочий. То есть нельзя передать полномочия без... Не подкрепив финансов. Совершенно верно. То есть каждая полномочия или каждый вопрос местного значения, он имеет определенную стоимость. Наша задача будет просчитать этот вопрос местного значения, сколько он будет. Если хочет тот или иной уровень власти передать на местный уровень это полномочия, будьте добры с соответствующим пополнением в местный бюджет. То есть, если это правило будет предусмотрено дополнительно, и механизм его контроля будет, то и, соответственно, к 30-му году, как мы планируем, чтобы самые достаточные были местные бюджеты. Но для того, чтобы был прогресс, для того, чтобы было движение вперед, нужна какая-то цель, к которой должны они стремиться. То есть, своего рода первое место, приз, за который стоит бороться, получить его и направить на собственное развитие. — Безусловно, такое есть. Это рейтинг муниципальных образований. Мы его будем выстраивать по нескольким критериям. Сейчас существует рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований, где первые три места получают достаточно хорошую денежную помощь, так сказать, бюджетом местным, который они направляют по собственному усмотрению. Захотят на водоснабжение, захотят на какое-то благоустройство, на памятник или что угодно. То есть, здесь их никто не ограничивает. И в этом случае мы тоже предусмотрели определенные меры поощрения. Вы правильно говорите? — Это уже состоявшийся факт, вот эти первые три места? Или с какого-то времени начнут действовать? — Рейтинг социально-экономического развития уже действует с 2017 года. А в части, касаемо того, что мы говорим по реализации стратегии развития местного суммы управления, мы только будем запускать с этого года. Сама стратегия, как я повторюсь, это такой рамочный документ на 17 страницах. Самое главное будет дальше. Разработан план мероприятий по реализации этой стратегии. Вот вы правильно обозначили, что сейчас мы ждем предложений как от муниципалитетов, так от исполнительных органов власти, так и от населения, кстати говоря, о предложении по реализации этой стратегии. Потому что важно не что написано на бумаге, а именно какие мероприятия будут осуществлены для достижения этих целей. И здесь важно каждую сторону услышать, потому что если мы говорим «публичная власть», она свои предложения даст, а население как самоорганизация граждан, оно тоже должно высказаться и свои предложения дать. Вот одно из самых важных и приоритетных направлений в развитии именно самоорганизации граждан. Мы прописали о том, что к 2030 году не менее 5% местных бюджетов, это во всех муниципальных оборудованиях, будь то сельских, будь то городских, как в городе Ульяновске, должны определяться направления расхода самими жителями. То есть сами жители должны не менее 5% расхода бюджета к 2030 году определять эти ориентиры, направления. То есть на общих собраниях? Безусловно. Формы могут быть разные. Либо это через территориальное общественное самоуправление ТОСы, либо собрания граждан, конференции граждан. Да, действительно. Либо это в рамках окружных каких-то мероприятий, как сейчас есть окружные народные думы, которые тоже в рамках инициативных проектов определяют, что важнее для конкретной территории. Потому что пожеланий много, но важно определить приоритеты. Те вопросы, которые здесь и сейчас наибольше волнуют население. Как известно, родину не выбирают. Человек родился или в деревне, или в областном центре, но он стремится к тому, чтобы вокруг него были все условия для комфортного проживания. И я так понимаю, что сегодня задача государственной важности выровнять вот эту разницу между сельским жителем и тем, кто проживает в городе. Что мы делаем в Ульяновской области для того, чтобы это случилось? Действительно, Дмитрий, вы правильно отметили, что последние даже социологические исследования всероссийские показывают, что даже люди, проживающие в городе, предполагают или допускают о том, чтобы они жили в сельской местности. Как в более комфортных условиях. Но в связи с тем, что нет инфраструктуры, многих это как-то останавливает на сегодняшний день. И поэтому мы тоже в стратегии этот момент предусмотрели. Он называется коэффициент межмуниципальных различий, так называемый. Мы говорим о том, что он должен быть у нас меньше 30. Что это значит? Это значит, что вне зависимости от того, в каком ты муниципалитете проживаешь, повторюсь, сельское поселение, городское, район муниципальный или муниципальный округ, у тебя должен быть определенный базовый элемент инфраструктуры. Мы его называем стандарт инфраструктуры. Стандарт. Да. То есть поликлиника, ФАП, шаговые доступности, детский сад, школа, ФОК и так далее. То есть мы понимаем, что инфраструктурные объекты, они должны распределяться пропорционально, исходя из типа муниципального образования. К сожалению, у нас есть на сегодняшний день диспропорции, когда в отдельных муниципалитетах есть буквально все и даже несколько, например, физкультурно-оздоровительных комплексов, а в других муниципалитетах даже в шаговой доступности нет поликлиники. Довольствуются только ФАПом. Ну, наверное, и каждый житель проголосует за то, чтобы в его населенном пункте было все, что вы перечислили. Но хватит ли на это денег для того, чтобы все это построить? Это же нерационально тоже. Я с вами согласен. Поэтому мы говорим, что стандарт должен наполняться. Есть базовые элементы, без наполнения которых, пока они не будут построены в том или ином муниципалитете, мы не можем говорить о том, что мы переходим к следующему, к тому, чтобы построить те же самые бассейны, еще что-то. То есть есть базовые элементы, давайте мы закроем их, потому что они первоочередны для утворения определенных потребностей человечества. И количество жителей, наверное, должно соответствовать. Ну, я и говорю, что да, каждый муниципалитет, он, исходя из его типа, это поселение, соответственно, численность определенная у него сельского. То есть, если мы говорим район, то это большая численность. Безусловно, что это... Нужно просчитывать, насколько будет востребован этот объект. Безусловно. Для того, чтобы зря не вкладываться. К сожалению, достаточно есть такие случаи, когда у нас на уровне муниципальных районов появляются, я повторюсь, физкультурно-оздоровительные комплексы, которые на сегодняшний день не востребованы. И из местного бюджета тратится больше средств. Но его содержание не обслужено совершенно верно. Нежели он приносит пользы селению. Когда будет открыто голосование на этот счет? И могут ли жители поучаствовать в обсуждении этой стратегии и этого стандарта? Безусловно. Мы хотим приурочиться ко дню местного суммоправления 23 апреля. Традиционно мы отмечаем этот день. И в том числе на территории Ульяновской области. Будет дан старт такому массовому обсуждению и внесению предложений именно в план мероприятий. Сама стратегия, она как бы утверждена, повторюсь. А стандарт инфраструктуры, о котором мы говорим, он действительно может быть изменен. Исходя из того или иного муниципалитета, в котором люди проживают. Тот же самый Новоспасский район, хоть он и является поселением, но он достаточно динамично развивается. И я считаю, что он даст фору некоторым даже городским округам, таким как Ново-Ульяновск, а возможно даже и Димитровграду. Поэтому здесь тоже нужно подходить не однотипно ко всем, а все-таки к каждому индивидуальному случаю. Так и здесь. Посмотрим, как люди подойдут к этому вопросу. И безусловно, каждый набор этих инфраструктурных моментов, он будет рассмотрен и уже утвержден на заседании правительства, а потом подписан губернатором. И именно губернатор будет выступать гарантам реализации вот этих вот всех элементов инфраструктурных, которые будут прописаны. Поэтому здесь это очень важный момент, что с учетом мнения населения мы утверждаем некую перспективу развития, как и территориального развития, так и социально-экономического муниципальных образований. Сейчас самое время до 23 апреля проработать план и начать действовать главам администрации. Наверное, в первую очередь это их задача. Они будут лидерами, за которыми пойдет население. Безусловно, и мы в дорожной карте, утвержденном нашим губернатором, тоже это прописали, что за коперщиком всего и локомотивом должны быть главы администрации и муниципалитетов, которые должны организовать, самоорганизовать граждан для обсуждения этих вопросов. Потому что никто, кроме за них, это не решит. И потом, если мы говорим о том, что глава администрации не организовал это и не принял то или иное решение, это будет политическая близорукость с его стороны. В последующем, когда будут реализованы эти мероприятия, кто их просил, эти мероприятия установить в рамках стандарта. Если население их не поддерживает или не подкреплено мнением населением, то такой глава администрации, я думаю, может поплатиться тем, что покинет свое место вплоть до этого. Потому что нужно прислушиваться к мнению населения, им жить в этом муниципалитете, им здесь расти детей, развиваться, посещать школы, детские сады и так далее. Поэтому важно получить именно эту обратную связь, о которой я говорю. Потому что местное самоуправление, мы прямо прописываем, что это самоорганизация граждан, это важная цель, про которую не надо забывать. Делаем итог, и будущее зависит от каждого из нас. Совершенно верно. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Напоминаю телезрителям, что сегодня в программе «Тема дня» мы говорили о развитии местного самоуправления на территории Ульяновской области. Разработанная специально для этого стратегия. Спасибо за внимание и до свидания. До свидания.